В годы Великой Отечественной войны чебоксарцы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, за что были награждены различными государственными наградами. Из 40 тысяч жителей города 14 тысяч ушли на фронт, 5 тысяч из них не вернулись. В Чебоксарах формировались две стрелковые дивизии – 324-я и 139-я. Обе дивизии прошли славный боевой путь. 11 чебоксарцев за подвиги на фронтах были удостоены звания Героя Советского Союза. Высокий трудовой героизм проявили рабочие заводов. Чебоксары приняли и разместили эвакуированных детей из Ленинграда. Для раненых солдат были развернуты 4 Ивака-госпиталя. 9 тысяч чебоксарцев были награждены медалью за ударный труд на войне. Для того, чтобы установить все факты и события времен 1941-1945 годов, найти в архивах то, о чем, возможно, до этого было неизвестно, и подтвердить все документами в администрации Чебоксар организовали рабочую группу по формированию предложения о присвоении столицы Чувашии почетного звания «Город трудовой доблести». Структурные подразделения, районы, музеи, архивы подключились к сбору документов, подтверждающих подвиг жителей Чебоксар во время войны. Подготовка материалов шла и на республиканском уровне. Соответствующее поручение дал в Рео главы Чувашии Олег Николаев. Завод имени Чапаева, раньше более известный как завод по производству боеприпасов под номером 320, в годы Великой Отечественной войны оснащал дзоты и другие оборонительные сооружения. В тяжелых условиях первого периода войны в декабре 1941 года завод выпустил первую партию авиабомб. Потом начали выпускать и торпедно-зажигательные патроны, светящиеся бомбы, дымовые шашки. Завод освоил производство 15 видов боеприпасов, в том числе впервые в СССР осветительных бомб и парашютных ракет. А здесь делали гостинцы, которыми наши славные летчики угощали гитлеровских захватчиков. Всем известно, что во время Великой Отечественной 4 ноября 1941 года чебоксары подверглись бомбардировке. Но мало кто знает, что еще один взрыв прогремел в марте 1942 в мастерской Чапаевского завода. Он был такой силы, что 10 человек погибли на месте, трое умерли в больнице, еще трое пропали без вести. Но даже несмотря на это, производство за 4 военных года не остановилось ни на минуту. Одних только авиационных бомб было выпущено больше 5 миллионов. Одновременно с заводом строился и сам Чапаевский поселок. В военные годы самыми распространенными сооружениями здесь были деревянные бараки. Леса вокруг хватало. Но об удобстве и комфорте никто не думал. Люди знали. Все для фронта. Все для победы. Мы как раз начиная смену. Вот лично мы работали с 12 ночи до 8 утра в 4 часа. Работаем, работаем. Вдруг у нас мастера была, у нас Орешкина Анна Ивановна. Говорит, война кончилась. Вот, знаете, все. Остановилась. И больше до этого. И мы работать не стали. Работайте. Никто не стал работать. Ну, девчонки, мне в 18 лет было. Я прыгала. Мы прыгали, бегали от радости. До 8 часов домой не пустили. Но работать мы не стали. Это вот кончилась война. Мало кто сегодня знает и о том, что Чебоксарский ликероводочный завод в годы войны выпускал коктейли Молотова. Еще один пример – Чебоксарский электроаппаратный завод. Предприятие создано в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского «Электрик». Меньше чем за полгода специалисты, проделав путь в несколько тысяч километров, собрали производство заново и начали работу. Станки выгрузили в чистом поле на окраине города, который тогда заканчивался на месте нынешнего центрального универмага. Под производство приспособили здания педагогического института. Параллельно начали строительство новых корпусов. Сегодня первая площадка совсем не та, что раньше. А тогда на глазах чебоксарцев в городе вырос еще один промышленный город. Мужчины были на фронте, к станкам встали женщины и дети. А уже 8 декабря 1941 года завод выдал первые изделия для танков, самолетов, судов. За успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Вы представьте себе, 22 июня началась война в 1941 году, а в декабре завод уже дал свою первую продукцию. Под открытым небом люди работали. В основном работали женщины и подростки. Порядка 70%. Разве это не героизм? Кроме заводов, для фронта работали и небольшие производства в городе. Табачные фабрики были перевезены, печатный двор. Эти предприятия, текстильные фабрики из Вышнего Волочка, были перевезены сюда. На них работали наши жители, которых осталось крайне мало, потому что в первый год войны из 40 тысяч населения 14 тысяч здоровых, крепких мужчин ушли сразу на фронт. Это очень большая доля. Все швейные производства были перепрофилированы на пошив обмундирования, пелья, теплых вещей для армии. В артели были небольшие. Они делали валенки, шили рукавицы, полушубки и так далее. Жителями города, вот я говорю, небольшой город, порядка 40 тысяч, было более 220 тысяч собранных посылок с теплыми вещами, и они отправлены были на фронт для солдат. Был организован сбор денежных средств для оказания помощи фронту. Отрывали от себя все, чтобы только было для фронта, все для победы. Не доедали люди, и самим, может быть, и одеть было как-то, а будет нечего, но для фронта старались отдавать последние. Работники этих заводов и производств, приехавшие вместе с ними специалисты, блокадники, вывезенные из Ленинграда, рабочие, набранные по разнарядке из окрестных районов. К концу войны население Чебоксар удвоилось и достигло 80 тысяч человек. В 1941 году количество чебоксарцев составляло около 40 тысяч человек. Сегодня мы живем с вами в городе полумиллионники. И совершенно за небольшой промежуток времени, представьте, в какие разы взросло количество чебоксарцев. С чем это было связано? В первую очередь с тем, что во время Великой Отечественной войны Чуваша, Чебоксары взяли на себя большую миссию, большую ответственность стать тем городом, куда перенаправлялись оборонные заводы. В 1986 году указом Президиума Верховного Совета СССР город Чебоксары награжден Орденом Трудового Красного Знамени и грамотой за большие успехи, достигнутые трудящимися городом в хозяйственном и культурном строительстве. Борельеф Ордена украшает здание администрации Чебоксар.